Приветствую вас. В первую очередь, я думаю, что вам нужно обсудить со своим мужчиной, молодым человеком, то, что произошло. Рассказать ему о своих чувствах, которые у вас есть на этот счет. Спросить его о том, почему он поступил так. То есть, что его сподвигло на такое поведение, что его сподвигло на такие действия. И быстро выяснить его отношения к тому, что для вас это неприемлемо. То, что он сделал. Постараться донести до него эту мысль. Постараться донести до него этот момент, что неприемлемо для вас. То, как он себя повел. Для себя, для себя, вам желательно также посмотреть, что именно вы чувствуете в этом контексте. Как вы чувствуете в этом контексте себя. Определить цель. То есть, я имею ввиду, определить цель ради чего вы хотите, то есть, чтобы что вы хотите сделать. То есть, чтобы что вы хотите что-то сделать. Это, на мой взгляд, очень важная история. Это, на мой взгляд, очень важный момент. Потому что, без цели вы вряд ли сможете для себя что-то конкретное определить. Вы вряд ли сможете без цели для себя выделить те пункты, которые могут послужить ориентиром вашей деятельности. Потому что, чтобы что-то сделать, нужна цель. Ну, какая-то цель нужна. Я бы сказал, что без цели невозможно. проводить какую-то политику. То есть, без цели невозможно придерживаться какого-то поведения. без цели вы, скорее всего, не сможете добиться желаемого результата. Просто потому что, этого самого понимания результата, то есть, того, какой результат вам нужен, у вас не будет. К сожалению. Вот это, то что, я могу вам сказать. то что, я могу до вас донести. Понятно, что ситуация неприятная, но ее нужно воспринимать и рассматривать исключительно в контексте, исключительно в контексте, всей картины ваших отношений. И ни в коем случае не в отрыве от общего характера вашего взаимодействия. Потому что, то что произошло, вполне может, сможет отражать некую картинку конфликтов, которые есть у вас. В частности. Это, на мой взгляд, очень важно. Я призываю вас не торопиться с выводами. Я призываю вас не делать поспешных выводов. Вот. Я призываю вас в этой ситуации разобраться. И, возможно, если потребуется пригласить молодого человека на консультацию совместную, чтобы обсудить все более предметно. Вот. Так. Можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.